Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Войс-контроль» в студии Оксана Антоненко. Сразу напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале Mixnews.ru, все каналы связи работают, пожалуйста, присоединяйтесь. Обсуждаем мы сегодня декриминализацию марихуаны или использование марихуаны в небольших количествах. У нас по традиции есть эксперты, которые представляют разные точки зрения. Это Виталий Орлов, депутат Сейма, глава комиссии по мандатам и этике. Здравствуйте. Добрый вечер. Также у нас есть представители инициативных групп или общественные деятели, как их можно было бы обозначить, наверное. То есть люди, которые выступают за декриминализацию марихуаны. Их у нас сегодня трое в таком многочисленном составе. Это Донат Блажевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав Лукопёров. Здравствуйте. Здравствуйте. Паула Зубакина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я поясню нашим радиослушателям. Сегодня состояло заседание комиссии по мандатам и этике, где во второй раз, насколько я понимаю, эту инициативу рассматривали. В итоге депутаты проголосовали против того, чтобы продвигать ее дальше на пленарное заседание Сейма. То есть инициатива дальше не пошла. В принципе, она появилась на портале Monobals.lv два года назад, больше двух лет, три почти года назад. Собрала более 10 тысяч подписей, после чего, соответственно, депутаты были обязаны ее рассмотреть. Господин Орлов, расскажите нам о процедурной части этого вопроса. Как вам эта инициатива попала и почему так долго она до вас шла? Ну, она недолго шла. Как только собраны подписи и заявители приносят в парламент, проходит процедура определения, что среди подписавшихся только граждане Латвии и старше 16 лет. После этого выбраковывается количество тех, кто подписался, не зная об этих условиях. Как правило, процедура, по-моему, заняла неделю. После подачи в парламент в течение недели департамент миграции проверил и сказал, что среди подлинных подписей, которые готовы к осмотрению больше 10 тысяч, вернулся в президиум. Президиум отдал нам, и мы уже, по-моему, 17 июня, если память меня не подводит, мы смотрели первый раз, и процедура у нас, как обычная, по любой инициативе, на первое заседание мы даем слово заявителям, и потом дальше комиссия принимает решение, как дальше рассматривать вопрос. — А то есть второе заседание, в принципе, должно было состояться? Это не говорит о том, что депутаты задумали, что, может быть, все-таки надо поддержать эту инициативу? Или вот почему было второе все-таки заседание? — Нет, второе заседание, оно состоялось только благодаря тому, что часть депутатов решила, что нужно принимать решение только после того, когда будут заслушаны эксперты. — На первом заседании комиссии уже было депутата Айвиз Зинтерс и еще, по-моему, пять депутатов, которые голосовали за то, чтобы уже на первом заседании этот вопрос, инициативу отвергнуть и дальше не рассматривать ее вообще. — Большинство депутатов, и в том числе и я, мы были за то, чтобы принимать решение только после того, когда будут известны аргументы экспертов. Может быть, не сколько для себя лично, да, это я делал, а для того, чтобы, понимая, что мероприятие публичное, приходят журналисты и об этом пишут, хотелось бы, чтобы это было озвучено, скажем так, концентрировано с заседания комиссии. — И сегодня комиссия заслушала мнение экспертов, в итоге вы проголосовали против. — Знаете, да, я, честно говоря, думал, что будет еще одно заседание, куда будет приглашено Министерство внутренних дел, потому что, насколько я понимаю, это было наиболее важно для заявителей, потому что именно заявление было декриминализация. То есть, чтобы нам Министерство внутренних дел сказало, какое регулирование на данный момент и что будет в случае, если инициатива будет поддержана. — Медики — это было больше для того, как вступительная часть, для того, чтобы понимать, каково воздействие курения Майхуана или использования Майхуана на организм человека. — То есть, сегодняшнее заседание было не последним? — Я думаю, я, честно говоря, хотел, чтобы это было не последним, я хотел, чтобы следующее было Министерство внутренних дел и потом. — То есть, вы бы хотели, чтобы на эту тему было еще одно заседание, или оно будет? — Нет, оно не будет, потому что большинство депутатов... Было сегодня предложение голосовать, чтобы эту инициативу отвергнуть, и депутаты проголосовали, отвергнув ее. Я и господин Бажевич не дас совать, я ему говорил, что мы планируем три заседания, и Министерство внутренних дел тоже было среди тех. — Но этих двух заседаний не будет. — Не будет ни одного заседания, да, и мне кажется, что это не совсем правильно со стороны депутатов, которые сегодня это предложили, потому что нам нужно было объяснить, и заявителям нужно было объяснить, что на данный момент есть, и что они хотят, чтобы было снято с административных нарушений и с Криминального кодекса. Или снято, или заменено. — Давайте перейдем к той части нашей компании, которая за эту инициативу. Почему? И как вы к ней присоединились? Насколько я понимаю, вы не являетесь авторами, вы не подавали петицию на Манабаллс ЛВ. Как так получилось, что вы сегодня отвечали за эту инициативу в Сейме? — Да, вот, было. Ждал я, когда будут эти все почерки. Правильно? — Подписи. — Подписи. Вот. Дождался, позвонил в Манабаллс, там ответила Мадера. Манабаллс — представитель. Рассказала, что и как. Я сказал, звони, если будет новость. Она позвонила, говорит, что Аль Сабла не может больше участвовать в этом деле, в проекте. — Почему? — Она до конца не объяснила, но говорила, что он не в Латвии. Наверное, он там, где уже это легально. — То есть, насколько я понимаю, вы из числа тех людей, которые подписали за эту инициативу, и так она вас зацепила, и так она вам понравилась, что вы решили отстаивать ее дальше в Сейме? — Да. — А почему? — Я считаю, что это нелогично, что кто-то говорит кому-то, чего употреблять, либо не употреблять. Я думаю, что человек сам должен выбирать, чего он может, чего он не может, когда, почему. Я думаю, наши люди в Латвии достаточно умны, чтобы сами решать. — Можно ли им употреблять марихуану? — Да. — Ваших коллег тоже хотелось бы спросить. Владислав, вы почему выступаете за эту инициативу? У вас такие аргументы? — Почему я персонально? — Вы лично, да. Почему? — Почему я лично? Ну, во-первых, я вижу, что это возможность создать довольно большую ценность довольно много людям. Если марихуана была бы доступна для того, чтобы лечить какую-нибудь часть болезней, то это облегчило бы жизнь довольно много людям. И это получилось бы создать ценность для людей. — То есть вас она интересует в медицинских целях? — Да, но если так более персонально говорить, то, конечно, меня это еще интересует со стороны коммуникации, потому что я сам работаю в сфере коммуникации. И меня это, вообще как проект, меня это интересует с такой стороны. И этим я занимаюсь, и по этим вопросам я консультирую доната. — А Паула, вы почему поддерживаете? — Ну, как бы Владислав тоже уже говорил, что это очень большой потенциал со стороны медицины. Там очень много всяких исследований и клинических, и доклинических, ну, как бы экспериментальных, и очень много всякого позитивного, позитивной стороны. Все говорят, ну, как бы об этих побочных эффектах и все, что мы можем плохое от этого как бы излечить. Ну, там намного больше, ну, хорошего, ну, как бы это в контексте в таком, что, ну, чтобы не было криминальной какой-то ответственности об этом, ну, никто же не говорит, что надо употреблять, что мы должны, что мы вот всем сейчас подряд всем выписываем. Это просто как бы, чтобы не было никакой, ну, да... — Уголовная ответственность и злоупотребление. — Да, потому что там нет таких побочных плохих эффектов, чтобы было, ну, здоровье так уж прямо... — Господин Блажевич, не могли бы для наших радиослушателей пояснить в двух словах, в чем именно инициатива заключается, потому что многие путают легализация, декриминализация, вот чего вы, собственно, хотите? — Тогда первый вопрос, либо второй. Чего я хочу, либо чего... — В чем заключается инициатива? Что такое декриминализация марихуаны? — Так, на русском сейчас подумаю. — Попробуйте по-латышски, я буду помогать, походу. — Ага. Декриминализация парадзе. — А криминал свой, да, совершенно. Декриминализация... — То есть вы хотите, чтобы не было уголовной ответственности за употребление марихуаны? — Да, ну, то же самое, что... — А в чем разница между декриминализацией и легализацией? — В случае легализации — это рынок. И так же, как с алкоголем, например. А декриминализация означает то, что люди сами могут только для себя это выращивать и употреблять... — То есть в малых дозах для себя употреблять... Да, господин Орлов, кажется, не согласен с такой интерпретацией. — Я хочу немножко то, что хотели заявители. Они хотели, чтобы можно было носить до 5 граммов с собой марихуаны, и за это не было, скажем так, ответственности, чтобы можно было ее курить, выращивать ее в личных целях. Что на данный момент, чем это грозит, это административная ответственность — это сутки, штраф с принятыми работами, а уголовное — это, я так понимаю, за, наверное, повторичное, вторичное и больше объема — это срок. — Какой? — По-моему, 2 года или что-то такое. Поэтому, скажем так, если говорить, что это строго, но я не знаю, если за то, что тебя в кармане нашли 4 грамма, тебе грозят сутки, ну и сказать, что это что-то такое строгое, ну я не знаю, при том, что сейчас закурение, если человек курит, и я подошел и сказал ему, что я не хочу, чтобы вы курили, человек отказывается выполнить, то сейчас это то же самое закурение. — Табака вы имеете? — Табака, обыкновенного простого табака, поэтому... — Подождите, а вот в случае декриминализации административная ответственность сохраняется? — Я так понимаю, что они хотели, чтобы и она была убрана. — И административная тоже, да? — Административная ответственность оставалась бы за то, если человек в публичных местах курит марихуану, то есть так же самое, как и с сигаретами, точно так же самое, как и с алкоголем. Если он употребляет в публичных местах, то... — В неположенных местах, на балконах, например, да? — Ну, в балконы такой интересный вопрос. — Ну, делить-то мы не можем. — Нет, на балконах нельзя. — На балконах, если нельзя табак, то нельзя и марихуану. — Конечно, точно так же. — Делить нельзя никак. — Контролировать ответственность административным, то это же самое, как и алкоголь и табак, что в публичных местах нет. — То есть вы хотели, чтобы на марихуану распространялись те же правила курения, что и распространяются на табак? — Похожие, но его нельзя было бы продавать и покупать. За это оставалась бы криминальная... — Ответственность. — Уголовная ответственность. А как вы себе это в таком случае представляете? То есть, если, допустим, к примеру, гипотетически, ваше предложение поддерживается им, оно вступает в силу, то снимается уголовная ответственность за использование в личных целях скольких-то граммов марихуаны, то где человек должен ее брать, если нет рынка? — Сам. — А это, в принципе, реально в наших погодных условиях? — Это очень реально, да. — Так там их и было, что четыре куста, чтобы... — Три. — Ну, три куста, прошу прощения. — Три куста дома... — А легализация, декриминализация... — Дома слово для внутреннего, скажем, внутреннего потребления. — Господин Орлов, вот вы голосовали против. Мы сегодня только что заслушали аргументы ваших коллег по дискуссии. Почему, собственно, надо было бы разрешить, вернее, ввести декриминализацию, не поддерживать эти аргументы? Может быть, действительно жители Латвии сами в состоянии решить, что им курить, что им не курить? — Ну, во-первых, я считаю, что употребление наркотиков, легких или каких-то других, это зло. Зло в априори. Любой способ уйти от объективной реальности курения, испотребления алкоголя, дышать ацетон или что-то другое, это признак слабых людей, которые хотят таким образом, скажем так, отойти от реальности. И Куэнни Мэй Хуан, я так понимаю, что это один из тех элементов, который забыться и, скажем так, уйти от этих сложностей, которые есть. — Ну так, может быть, не стоит людям мешать это делать, если им очень хочется? — Понимаете, у нас всё-таки общество, оно солидарная ответственность. Если я плачу налоги, за которые лечатся люди, да, я сам не болею, и за мои налоги лечится человек, который попадает в реанимацию после какого-то передоза или после курения марихуаны, вызванного его основным заболеванием, какое-то осложнение, то, наверное, я имею какое-то моральное право всё-таки каким-то образом это регулировать. И это правильно. И, допустим, если мы считаем, что нельзя в школе продавать чипсы газированной воды, потому что они действуют плохо на организм остущего человека, это не является нарушением свободы человека. Это регулирует. Потому что, ради бога, в школе, ушёл со школы, родители себя так воспитывают, но ты потребляешь эти чипсы. Но есть вещи, где государство вправе регулировать то, что, думаю, может делать человек, и человек с чем-то не согласен, он считает, что он или борется этим путём инициативы, путём участия в выборах. Если он считает, что эта страна не его, и он внутренне, скажем так, ближе к Голландии или какой-то другой стране, где Моихуана доступна, ну, человек может уехать. У нас сейчас свободный, открытый рынок. А, вот вы предлагаете новым людям уехать от страны, если они чего-то хотят? Ну, во-первых, я не предлагаю никому уезжать. Я предлагаю, что есть возможность у человека самому выбрать, где он хочет жить. А принцип демократического централизма – это меньшинство подчиняется большинству. Это было, оно есть и будет. Когда количество любителей Моихуаны будет больше, чем тех, кто этого не кует, то тогда, наверное, уеду я с этой стороны. А давайте всё-таки узнаем мнение противоположной стороны. Что думаете по поводу аргументов, которые озвучил господин Орлов? Всё-таки действительно, если человек решил покурить марихуану, то нам же потом его лечить на наши деньги, если вдруг что-то случилось, если какая-то передозировка и так далее. Мы же регулируем продажу алкоголя, мы регулируем продажу табака. Почему мы не можем регулировать ту же марихуану? Сразу вопрос. Сколько людей таких, которые вот пришли и сказали, вот мне надо лечиться, я курю марихуану и не могу бросить никак? Сегодня же были данные на комиссии, когда центр показал, насколько увеличилось количество… Мы тоже много чего хотели показать. Нет, я поэтому и говорю вам. Сегодня были специалисты, которые показали данные, как увеличилось количество поступлений пациентов, у которых была выявлена связь с приёмом марихуана. Я согласен с будущим своим коллегой в том, что можно проводить глубокие исследования, была ли это чистая марихуана это или была на что-то наложена она, но данные, которые были, скажем так, озвучены, они были, на мой взгляд, вполне понятны, логичны и привели к тому решению, которое было сегодня на комиссии. Павел, не могли бы вы рассказать, насколько я понимаю, вы отвечаете в этой кампании за медицинскую часть дела, насколько вероятен такой сценарий, когда человека действительно надо будет лечить за государственный счёт вот от того, что он пристрастился к марихуане? Ну, говоря о побочных эффектах, как бы нету, там никакого такого очень серьёзного исхода от этого не может быть. Я читала много как бы всяких источников, и нигде не нашла, что вот конкретно был какой-то передоз или конкретно вот надо вот этого человека лечить какую-то конкретную органную систему, или вот, не знаю, хотя бы говоря о плотнорских, или сердце, сосудах. Мы можем так сравнить с любой болезнью или с любой субстанцией, которую мы сейчас используем в наши дни, где, не знаю, вся наша пища и всё, от этого всего надо лечиться. То есть вы хотите сказать, что в принципе вред марихуаны так не доказан? Нет. Господин Орлов согласен? Побочный эффект, да, эмоциональный какие-то там, аффектный, но это несерьёзный, как бы, это на свою ответственность, да, может быть, там какие-то, ну, минимальные изменения в памяти, но это так, ну, минимально по сравнению с другими, как бы, субстанциями, даже не говоря о каких-то там, лекарства, очень-очень много сейчас используется на астероиде, протекаре, смлизикли. Специфические, вот эти воспалительные препараты. Ну, это тоже, там, ну, давно очень много всяких побочных эффектов, и они сейчас лечатся, эти эффекты побочные. И можно купить в аптеках. Они сейчас лечатся, и вся медицина тоже лечит вот эти побочные эффекты, но от марихуаны нет, ну. А Гатерин Орлов не согласен с тем, что не доказан вред марихуанам? Ну, вы знаете, меня, я врач по специальности, я, или я должен доверять, и меня учили, что или ты врачу доверяешь, или ты уходи от этого врача. Ну, это Павла будущий врач, насколько я понимаю, да? Я, поэтому я это и говорю ей. Поэтому если среди приглашенных специалистов Министерства здравоохранения и соответственные специалисты, как госпожа Стырна, которая наркологическим центром руководит, говорит о том, о взлетворном влиянии марихуаны и действию ее на организм человека, то тогда нам или нужно менять ее, да, и не верить ее, и все это общество врачей, господину Апинису, или брать на, скажем так, на веру то, что говорит студент пятого или шестого курса. Нет, подождите, мы можем просто задуматься на эту тему, никого пока не снимая, не меняя, просто подумать. Доказан ли все-таки вред марихуаны, господин Орлов, на ваш взгляд? Вы знаете, как вам сказать, я не хочу выпить бутылку водки, чтобы понять, насколько водка мне будет вредна. Я не хочу курить марихуану, чтобы самому себе доказать, что она полезна или вредна. Есть вещи, так называемые аксиомы, это то, что не требует доказательств. Вот в моем понимании курение марихуаны вредно, это аксиома, и доказывать на себе, как это делали врачи в свое время, вводя какую-то болезнь, а потом пытались ее вылечить, я думаю, это не стоит этого делать. Для меня нет сомнений в том, что курение или то, что предлагают авторы инициативы в случае, если бы оно получило бы поддержку, вреда было бы намного больше для общества, чем иллюзорных преимуществ, о которых они говорят. Донат, вы хотели что-то сказать, добавить. Для вас аксиома вред марихуаны или все-таки не аксиома? Конечно, нет. Почему? Потому что есть исследования. Вас разве в детстве не учили, что наркотики – это плохо, марихуана – это наркотики? Марихуана – это не наркотика, это просто… Наркотическое вещество, нет? Нет. Это просто так говорят. Донат, нам сегодня министерство сказало, что есть подписана конвенция, где… Да, конвенция. Кто ее создал? А кто создал? Ну, опять… Скажите, пожалуйста, вы не знаете? Я не знаю, кто создал. Я знаю, что ее подписано, и это на марихуаны относится к той категории, которая с постоянной запрещена. Я считаю, есть это на латышском «Аукс», на русском это… Растение? Растение. Вот это растение, которое растет сама собой, сама Это вы имеете в виду марихуана. Да. Давайте сейчас прервемся на новости рекламы, нам пора, вернемся буквально через несколько минут, не переключайтесь. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болком. Добрый вечер еще раз в эфире по-прежнему передача «Войск. Контроль» в студии Оксаны Антоненко. Телефон прямого эфира, напомню еще раз, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале Mix News. Все каналы связи работают, так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Говорим мы сегодня о декриминализации марихуаны, простите. В гостях у нас депутат Сэйма Виталий Орлов. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. А также инициативная группа, состоящая из трех человек, которые отстаивают декриминализацию марихуаны. Сегодня отстаивали ее на заседании комиссии Сэйма по мандатам этики. Это Донат Блажевич, Паула Зубакина, Владислав Лукоперов. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Давайте сразу звонок примем, надевайте наушники. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Я, конечно, выступаю за так называемую декриминализацию по той простой причине, кстати, тоже вопрос у меня будет господину Орлову. Знает ли он, например, сколько на бытовой почве совершается убийств под воздействием алкоголя и сколько, например, в Европе совершается тех же самых преступлений под воздействием то же самое марихуан. Насколько я знаю, зафиксированных реальных случаев, чтобы человек схватил топор, обкурившись, и начал убивать своих родственников, я что-то про такие не слышал, Варя. Зато люди, которые убивают своих знакомых, родственников или кого-то, как говорится, напившись или обдолбавшись чем-то более тяжелым, огромное количество. Да, и еще один вопрос к господину Орлову. А не может ли он рассказать, какие поступления в бюджет идут от алкоголя и табака, и обсуждалась ли на комиссии возможность того, что эти поступления уменьшатся? Спасибо большое. Спасибо. Господин Орлов, вопрос к вам. Да, спасибо за вопрос. Во-первых, если вы слушали дискуссию с самого начала, то вы, наверное, услышали, что я сказал, что я считаю злом не только употребление марихаана, а также курение, алкоголь, азартные игры, КД и ТП. Поэтому то, что алкоголь – это употребление чрезмерного алкоголя, алкоголизма – это зло, это факт, и никто его не оспаривает, и не комиссия, а социальная комиссия, вторая комиссия, в которой я работаю, старается всегда, скажем так, потихонечку закручивать, скажем так, гайки, говоря о повышении акциза, о том, чтобы… Ну, различные механизмы, которые уменьшили бы потребление алкоголя. Но я категорически против того, чтобы вводились новые способы ухода от действительности, и, как я сказал, что марихуана я считаю одним из тех способов. Поэтому, если вы считаете, что декриминализировав марихуану, общее количество, скажем так, преступлений на почве алкоголизма и потребления марихуаны уменьшится, то я думаю, что нет, не будет суммирования, но то, что, скажем, ситуация общая ухудшится, скажем так, не беру криминальную, а беру такую, скажем так, общую, медицинскую, то в этом для меня сомнений нету никаких. Что касается, сколько поступлений идут в акциз от алкоголя и от сигарет, я, честное слово, не могу вам сейчас сказать, потому что это не моя профильная комиссия. Я знаю одно, что любой запрет он несет за собой контрабанду, и в Латгалии, насколько я знаю, где-то 60% сигарет контрафактных и алкоголя, наверное, не меньше. Поэтому и, наверное, марихуана тоже находится сейчас в таком подполье, это определенный вид бизнеса, и, может быть, заявители, которые говорят о том, что нужно декриминализировать это все идеализировать. Мне кажется, что если бы это произошло, то появилась бы новая система дилеров, которые бы выращивали для ленивых любителей марихуану, а их марихуану давали им по 5 граммов на карман, чтобы их не могли, скажем так, судить. И это был бы новый вид бизнеса, я в этом не сомневаюсь. А донат хотели добавить? – Я хотел просто спросить, вы употребляете алкоголь вообще когда-то? – Конечно, безусловно. – А, ясно. Все. – А в таком случае у меня вопрос, раз уж мы обсуждаем марихуану. А вы знаете, какое действие марихуаны? Вы пробовали? – Конечно. – В Латвии? – Нет. – Давайте еще звонки принимать. Добрый вечер. – Добрый вечер. – Добрый вечер. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – А вот скажите, пожалуйста, я бы несколько подключился позже, может, уже обсуждал. Что по этому поводу говорят специалисты, то есть медики? Насколько я слышал, влияние марихуаны, ну, там, не знаю, давайте так просто выражусь, люди тупеют со временем, если регулярно ее балуются. И второй вопрос. Память не изменяет? В Литве же, по-моему, отличается законодательство на этот счет. Вот, или я ошибаюсь? Может, меня сейчас не отключают поправить? – В Эстонии. – В Эстонии, да. – Там можно выращивать для себя что-то типа такого? – Там, где криминализовано марихуаны? – Нет. – Выращивать не можно? – Широкий и непонятный, извините, что это такой широкий и немножко мне непонятный обобщающий термин, да, а вот, то есть разрешают ее продавать или разрешают, то скажем так, не наказывают за выращивание для использования в личных целях. По-моему, все-таки это разные уровни. – Надо повторить тогда, да? – Да, спасибо за ваш звонок. Мы это уже обсуждали. Наверное, стоит повторить. Декриминализация – это, насколько, опять же, я поняла, отсутствие уголовной ответственности за использование и хранение в личных целях. – И выращивание трех кустов, то, что хотели заявить. – В личных целях. Это то, что сейчас действует в Эстонии, насколько я понимаю. – Я не знаю, что действует в Эстонии. – А если вы, кстати, вспомните страны, где марихуана декриминализована, их масса, не только Эстония, есть там еще Испания, Бельгия, про Нидерланды вообще и упоминать даже не хочется в этом контексте, но так или иначе. То есть получается, что там люди, если верить нашим медикам, тупеют и все остальное, и растет потребление, растет зависимость. – Вы знаете, во-первых, как это в других странах, я лично планировал узнать со стороны Министерства внутренних дел, потому что они все-таки на этом больше зациклены, или заявители об этом могут сказать. Мне это неинтересно было, как в других странах. Я живу в Латвии, я хочу жить в этой стране, и, скажем так, считаю, что это то, что неприемлемо для моей Латвии. Что касается употребления Мари Хуана и ее воздействия на интеллект, мне кажется, что воздействие оно есть. Я недавно задал вопрос господину Кайменьшу, который открыто признался, что он употреблял Мари Хуана. Вопрос был очень простой, надеюсь, что и коллеги присутствующие в зале смогут ответить. Я ему задал простой вопрос. Попросил назвать столицу Австралии. Большой материк, столицу Австралии. Вы три молодых человека, которые недавно закончили школу. Можете сказать, столицу Австралии большой материк. Скажите, пожалуйста, сначала, зачем? Человек спросил вопрос на линии. Он спросил, как это воздействие на интеллект. Я считаю, что он действует на интеллект. Люди не знают простых вещей. Они не знают, это не значит, что они как бы из-за марихуаны не знают. Может, они просто не знают. То есть, столицу одного большого материка, у нас всего пять материков, один из них Австралия. Вы не знаете столицу? Господин Орлов, тут я бы со своей стороны вмешалась. Возможно, все-таки это не единственный показатель IQ. Я господину Каменчу вообще предложил проверить IQ вместе с ним. Ответить на тесты и потом опубликовать их. Вы считаете, что все-таки влияет? Конечно, влияет. Павло, может быть, еще раз повторюсь. Влияет или нет? До употребления марихуаны господина Каменча, кто-то проверял его IQ? Какое было до употребления? Как долго он употребляет? Как много? Это все очень, как, зависит друг от друга. Я не знаю, как это. Это очень субъективно. Да, насколько я понимаю, вы пробовали употреблять это вещество, и на ваш IQ, на ваш взгляд, ничего не повлияло. Что это такое IQ? Что это такое IQ? Интеллектуальный уровень. Но как оно определяется? Есть четыре различные методики. Как вам сказать? Наверное, вам, вот вы читали то, что вы нам давали нам, ссылки какие-то. Ну, почитайте четыре методики определения интеллекта. Может быть, вас это заинтересует? Давайте еще звонок примем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Господин Орлов, столица Австралии Камбера выступаю, как и вы, против марихуаны, категорично потому, что переживаю за нашу страну, за нашу молодежь, за наше развитие. Мне 30 лет в свое время я и курил, и пробовал ее, и курил в Латвии, и понимаю, что это деградация, и полная деградация вниз, да, не то, что я там упал в какой-то уровень. Ну, вижу, что когда я бросил курить, я давно уже не курю, не употребляю и никому не советую ее даже. Есть много знакомых, которые остались на этом уровне, которые курят, которые выступают за, которые мои ровесники. Один мой ровесный хороший друг, будущий депутат, стоит в вашей партии, это отдельная история, парень перспективный. Значит, они остались не то, что на нуле, да, вот если мы когда курили были в каком-то уровне, да, они уходят вниз. Они уехали в Англию за этой легкой жизнью, чтобы там не только курить, но еще что-то, да. Вопрос вашим гостям и вопрос, хотел бы услышать честное, вы тоже, господин Орлов, были молодой когда-то. Пробовали ли вы марихуану когда-то, да, и гостям вот видел в интернете, пока не сел в машину, что молодые ребята своим детям, они вот там 14-16 лет будет их ребенку и будет расти у них там дома этот куст, они ребенок, когда скажет, мама, папа, я не хочу пить пиво, я хочу покурить травки, дадут ли они ее им или нет? Спасибо. Спасибо. С кого начнем? С меня. Давайте. Я бы не давал алкоголь в никаком случае. Детям? Да. Если мой ребенок будет хотеть со мной чего-то попробовать первый раз, я бы был только рад научить, показать, как надо или как не надо. потому что лучше со мной, чем с друзьями, которых я не знаю. Владислав? Да, насчет детей. Я на самом деле против того, что детям дают, потому что, и подросткам тоже, потому что есть какие-то исследования, которые конкретно показывают, что это влияет на мозг, если марихуану пробовать в довольно раннем возрасте, то есть если это делать, например, в подростковом возрасте. Поэтому я до 18 лет своему ребенку точно это объяснил бы и запретил бы это делать. Владислав, но было 800 человек, которые подписались под вашей петицией, не достигшие 18 лет. А может, им 17? А Паула? Может, они не считают? По поводу детей? Ну, это их выбор. Если у них... Я как бы согласна с Владиславом о этих исследованиях и 18 лет, до 18 лет это как бы еще не их выбор, а потом это свободная страна, как не знаем. То есть я бы все объяснила им, научно или не научно, как бы, ну и тогда уже, получается, они сами выбрали. А еще звонок? А мне? Извините, господин Орлов, пожалуйста. Во-первых, спасибо звонившему. Мне кажется, самое важное, это когда говорят люди, которые сами это попробовали. Потому что я не могу этим похвастаться. Я с 64-го года рождения, из провинциального города. Это впервые я узнал о наличии, вообще моих онек таковой, это служа в армии, были со Средней Азии люди, которые сами это пробовали. И вот могу поклясться там здоровьем единственной своей дочери, что никогда в жизни я не пробовал ни один наркотик, ни синтетический, ни курить, ни колоться. И чем горжусь, и думаю... Но табак вы не считаете наркотиком? И алкоголь. Алкоголь я не считаю наркотиком. Мы говорим о культуре питья, так называемого. Безусловно, действие на алкоголь, на организм, оно, скажем так, в определенных количествах является разрушительным. В маленьких количествах алкоголь полезен. Это тоже факт, скажем так. Каким Алихуан? Я еще раз говорю о том, что, повторяю, что появление новой субстанции, которая позволяет человеку уйти от реалий, я категорически против. Алкоголь нам достался по наследству, и мы должны с этим жить и с ним бороться. Алкоголизм. А Алихуана – это то, что новое приходит в наш мир, и я не хочу, чтобы оно пришло в мое время. А евро – это не новое что-то для Латвии? Вот тут уже пошла софистика, да, надеюсь, я вас перебью. Я хотела только отметить, что алкоголь, никотин и марихуана – это все просто психоактивные вещества, ну, это не все в международном болезненной классификации, как бы классифируют, 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 а под одним, они все просто психоактивные вещества, и также табак, ну, никотин конкретно, и как бы, когда говорить там о том, что можно алкоголь, нельзя марихуану, можно марихуану, нельзя алкоголь, но побочные эффекты, как я уже говорил, у алкоголя намного больше и хуже, ну, они обе просто, как бы, психоактивные вещества, и марихуану, и наркотик. Сегодня, насколько я заметила, на заседании комиссии приглашенные врачи говорили о том, что марихуана вызывает привыкание. С алкоголем так получается не всегда, по крайней мере, не с первого раза. Что по этому поводу думаете? Хорошо, они все психоактивные вещества в этом случае, но если человек, к примеру, выпить несколько рюмок, или, в принципе, выпивает по праздникам, то он не становится алкоголиком. А вот с марихуаной какая история? Насколько я поняла из сегодняшних комментариев, все-таки привыкание она вызывает. Вы так не считаете? Ну, я уже, ну, как бы, на заседании говорила, есть такая рационала скала, и там с одного до трех, как бы, измеряется, как зависим от этого препарата, этой субстанции. И там на третьем, как бы, три, три, на третьем месте, ну, три... Под алсанкой, да, с тремя пунктами. Да, там, конечно, героин, кокаин и все эти очень... То есть это те вещества, которые быстрее всего вызывают привыкание? Да, и под пунктом один, там, ну, другие еще, ну, химические вещества, но марихуана считается, как бы, один с чем-то. Ну, как бы, ниже двух, двух и выше одного. Ну, алкоголь и табак выше марихуана, по зависимости. Это международная, как бы, рациональная скала. А кто автор этой шкалы? Это американская, ну, я конкретных сейчас фамилии не назову, но это официально все, это официальная дата, это невыдуманное что-то. Господин Орлов, вы можете оспаривать эти данные? Я не могу оспаривать то, чего я не знаю, это первое. Второе, я еще раз хочу сказать, мы опять возвращаемся к этому вопросу. Никто не говорит, что курение и чрезмерное потребление алкоголя – это есть добро. И поэтому еще раз хочу сказать, что я против того, что появился еще один продукт, который помогает человеку уйти от реалии и вводит его в такое пространственное состояние. Вот и все. Вопрос из нашего видеочата. Судя по всему, тем нашим гостям, которые за декриминализацию, влияет ли как-то марихуана на реакцию водителей и каким образом это можно измерить? Ну, хорошо, мы знаем тесты на алкоголь, которые проводятся прямо там на месте за рулем. Если, к примеру, марихуана влияет на восприятие и на скорость реакции, то как это проверить у водителей? Ну, конкретно как это проверить, я не могу еще сказать. Нет, никогда не было зарегистрировано автодорожных негатив подвоздействием марихуаны. Да, мы опять можем говорить об алкоголе, это все всем понятно, но под марихуаной я лично никогда не сочетала. Я читала информацию, что нет воздействия именно на реакцию на дорожное движение. Дайте еще звонок. Примем. Добрый вечер. Добрый день. Уважаемые господа. Вот мне в жизни так довелось, что я очень часто был в районах Среднязии, даже жил там какое-то время. Так вот, там травка вот эта, она и в советское время была общедоступна. Не надо было там что-то там декриминализировать. А в то же время мусульмане, они наши-то пьют водку там или алкоголь, а вот мусульмане не употребляют алкоголь. Значит, и голову за это теперь рубят. То есть разные обычаи, разное восприятие. Мы сейчас такой типа интеграционный процесс, что ли, на почве этого марихуаны. Да, наши организмы не приспособлены к марихуане так же, как мусульманские там или восточные к алкоголю. Это вековая там на уровне, он доктор может скажет, на каком там это уровне. Так же, как северные народы вообще не могут употреблять алкоголь, потому что у них чего-то там не хватает для его вывода из организма. Спасибо. Это, я так понимаю, вопрос к нашим гостям, которые поддерживают декриминализацию марихуаны. Может быть, мы, в принципе, ну, учитывая какие-то погодные условия, климатические условия, какой-то исторический опыт, наши организмы, может быть, не приспособлены к марихуане? Ну, тогда можно, ну, не знаю, исследовать весь генетический код каждого организма, как там, от чего, что зависит, всякие, как, миа, дарби, между всякими веществами, ну, это очень, да. Ну... Может, мы фрукты тоже не можем? Манго, например. Давай запретим. А ещё звонок? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот, на мой взгляд, очень глупо сравнивать с алкоголем. По-вашему, получается, что если убийства и на фоне употребления марихуаны меньше, то это здорово. Может быть, вы расскажете о пользе всё-таки марихуаны на здоровье? Спасибо. Спасибо. Ну, пользы тут очень много. Это может, наверное, занять очень много времени. Я могу говорить о фактах, о исследованиях, о аргументах. То есть, на ваш взгляд, польза есть? Есть медицинские аргументы, аргументы о здоровье, как марихуана конкретно влияет на организм, на органы конкретной системы, и где доказаны её позитивные эффекты. Вы можете прочитать это в официальной веб-странице «SamesArgument.lv». Там всё, со всеми исследованиями всё описано. Учитывая, что у нас буквально минута остаётся до конца нашей передачи, господин Орлов, вы как считаете, всё-таки есть какая-то польза от марихуаны? Никакой. А от алкоголя есть. Мы уже говорили об этом, господин Орлов уже сказал, что не верит в пользу алкоголю. В принципе, он против употребления этого вещества. Буквально по 10 секунд нашим гостям, для того, чтобы подвести итоги нашей передачи. Господин Орлов, почему не надо декриминализовать марихуану? Я считаю, что, скажем так, и депутаты сегодня своим голосованием это подтвердили, что они хотят, чтобы система, которая есть на данный момент, она осталась. Аргументы со стороны специалистов показали, что в странах, где была введена декриминализация, количество потребляющих марихуан увеличилось. Не увеличилось. Увеличилось. И поэтому эти аргументы были решающими для того, чтобы это отклонить. Кто будет говорить со стороны наших гостей, которые за декриминализацию? Буквально 10 секунд, для того, чтобы подвести итог. Я хочу сказать насчет того, что говорил господин Орлов, что те данные, которые они назвали, что... 10 секунд, я напоминаю. Ладно, я быстрее туда. Те данные, которые они назвали, что увеличается число у потребителей марихуаны, это неправда. Потому что то, что они назвали, это какое число вообще у потребителей в каждой стране, там, где декриминализировано и там, где не декриминализировано. Но они не смотрели, какое это число было до декриминализации. И поэтому эти данные можно считать, в принципе, довольно... Суд за враньё. Обращайтесь в суд. Что они врут? Ладно. Спасибо большое нашим гостям. Время, к сожалению, подошло к концу. Я еще раз напомню, что в гостях у нас были депутат Сэм и Виталий Орлов. Спасибо, что пришли. Спасибо, и не болейте. А также инициативная группа молодых людей, которые поддерживают декриминализацию марихуаны. Это Донат Блажевич, Паула Зубакина, Владислав Лукопёров. Спасибо, что пришли. Спасибо и вам. И читайте. И не курите. Всего доброго. В студии работала Оксана Антоненко. Всего доброго и до свидания.